Добрый день, друзья и гости моего канала. С вами я, Светлана Тинсон. И сегодня, друзья мои, я решила показать вам ещё один сервис. Итак, открываем вот эту вот коробочку. Открываем. Так, открыли и увидели. И сейчас мы будем доставать этот сервис. Итак, его... Сахарница. Вот такая сахарница. И сливочник. И сливочник. Вот с такими вот стразами. Итак, 12 пиал. Вот таких вот пиалочек. И тоже по бокам со стразами. Теперь вам понятно, что это сервис восточный. Там, где пьют из пиал. Восточный сервис. Восточный сервис. Но не в привычном таком исполнении яркими такими красками. Буйство красок и пестрыми такими орнаментами. А вот как такой очень красивый, изысканный, с орнаментом, белый. И много-много золота. И даже 12 пиал. Не 6 чашечек, а 12. Вот такая красота. Вот такой прекрасный сервис. Купила я этот сервис в казахском магазине. В Санкт-Петербурге есть различные магазины. Есть очень много белорусских магазинов. И есть магазины казахские. Там продаются в основном товары продукты. В основном продукты. Но есть сопутствующие товары. Мне очень понравился этот сервис. Но вот посмотрим клеймо, в которых я не разбираюсь. Вот такое клеймо. Так. Вот. Корона такая. Золотая корона. И надпись Марина. Латинскими буквами. Марина. Я проверяла это в интернете. Не нашла. Чьё это производство. Какой это фарфоровый фаянсовый завод. Я этого не нашла. Вот. И что ещё? В Яндексе тоже задавала вопрос. Марина. Тоже мне ничего не удалось найти. Если кто-то знает что-то, напишите мне, пожалуйста. Последнее время у меня появились подписчики из Казахстана. Поэтому вот я делаю и для них в том числе это видео. И подписчики даже из Дагестана. А почему я говорю даже? Потому что в своей жизни у меня было такое счастье в юности прожить целых два года на Кавказе. Жили мы высоко в горах. И чай пили из пиал. Поэтому вот когда я увидела такой сервиз, я не могла устоять. Вот пиалы. Но вот эти пиалочки, они вот маленького размера чашечки. А мы пили из довольно-таки больших пиал. Хотя я знаю, что в Дагестане пьют чай в том числе из чашек. Но и из пиал тоже. В той местности, где мы жили, сейчас это Сулакский каньон. Такое место экскурсионное. Туда водят экскурсии. Там форелевая ферма. И одно из самых красивых мест у нас в России, в Российской Федерации, этот Сулакский каньон. А тогда там проходила стройка вот этой Сулакской ГЭС. Сулак – это большая горная река. Быстрая горная река, которую перекрыли, укротили, сделали водохранилище. И вот осветили Дагестан, там ещё какие-то, может быть, районы Кавказа, черкейскую ГЭС. В общем, на реке Сулак строилось несколько ГЭС. Сулакская, черкейская, миатлинская и так далее. Я уже не помню много. Это строительство было уникальное. Уникальное тем, что вот такой каньон был ещё на Асуанской ГЭС. На Асуанскую ГЭС строили тоже наши строители, геологи в Каире. И вот затем в Дагестане, ну, там даже, по-моему, она превосходила по масштабам, по… Ну, была, в общем, лучше, чем Асуанская ГЭС. Вот. И два года, когда мы там жили, с родителями я жила, мы пили чай из пиал. Когда мы вернулись тогда в Ленинград ещё, в Ленинград мы довольно долго пили чай из пиал. Ну, а потом как-то все эти пиалы расколотили и перешли к чашкам. Поэтому, когда я вот увидела такой сервиз, мне очень он понравился, и я его приобрела. Я не знаю, какая цена, я не помню сейчас. Но я думаю, что она не запредельная, не очень высокая. Иначе я бы просто не могла купить какой-то очень-очень дорогой сервиз. Но, согласитесь, действительно очень красивый. С такой свадебной. Ну, я подарила этот сервиз своей дочери там на какую-то дату. Может быть, даже на какую-то годовщину свадьбы. Завариваем вот такой турецкий чай. Чай заварился. Наливаем. Такой тяжелый чайник. Я заварила вместе, чтобы уже не разбавлять кипятком. Вот такой чай. Вот такой чай. Так, я заварила сразу в чайнике, чтобы уже не разбавлять кипятком. И вот, пожалуйста, я накрыла такой восточный дастархан. Или чайхана. Здесь восточные сладости. Лукум, щербет, халва. Всё, чего желает душа. Попробуем чай. А вы знаете, каким чаем поили меня в Дагестане? Пиала. Она такая, гораздо больше, чем эта. Наливается туда чай. Возможно, зелёный. Не помню какой. Может быть, и чёрный. Потом кладут ещё кусок сливочного масла. Перчат. Перец добавляют. И что-то ещё. А, молоко. Несколько там капель молока. И вот сахар, соль, перец, масло, молоко. И вот это надо пить. Ну, конечно, то, что хорошо местному населению, нам это, европейцам, совершенно непривычно. И поэтому, и поэтому больше я такой чай никогда не пробовала. Несмотря на все там уговоры. И когда говорили, что нельзя отказываться. Это, ну, вот так вот. Но я прекрасно понимаю, почему пьют такой чай. Он ещё называется калмыкский чай. Это как бы чай, и в то же время еда. Она давала силу. Вот разные там были походы, воины. Вот эту историю, если будем вспоминать. И вот этот напиток, он был очень питательный. Калмыкский чай. Калмыкский CHAP Калмык cole Seex Субтитры создавал DimaTorzok